Здравствуйте, уважаемые любители и профессионалы шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим микроматч, сыгранный на командном чемпионате России по русским шашкам. Данный микроматч был сыгран между двумя гроссмейстерами. Между Николаем Стручковым, представляющим республику Саха, Якутия, и Сергеем Белошевым, представляющим республику Крым. Друзья, несмотря на то, что данный микроматч был сыгран в Блиц, то есть с контролем времени 3 минуты на партию плюс 2 секунды на ход, несмотря на это, качество партии очень высокое, и оба соперника продемонстрировали высокое мастерство. Ну давайте приступим к анализу вот этого микроматча, интересно. В данном микроматче выпала следующая жеребьевка дебюта, то есть летающая шашка, черная шашка А6 летит на поле А4, ход белых. Первую партию Николай Стручков играл белыми, он пошел СД4, логичный ход. Ну, авторы дебютной энциклопедии летающих шашек, Василий Наумик и Игорь Парчук, предлагают в этой позиции за черных следующие варианты, либо ДЦ5, либо ФЕ5. Ну давайте рассмотрим их. Если черные играют ДЦ5, то партия может развиваться следующим образом. ДЦ3, СД6, СБ4, и черные производят так называемый отыгрыш, размен назад. И лучше всего в этой позиции разменяться на поле Ц5, поставить так называемый тычок, то есть шашка белых на поле Ц5 при отсутствии шашки черных на поле А5 называется тычок. Если же у черных есть шашка на поле А5, то данная шашка будет называться уже коловая. Ну и в данной позиции черным можно играть либо Ж6, либо ФЕ5. Если черные играют Ж6, то позиция возникает теоретическая, то есть из дебюта тычок после хода ДЦ3. Если же черные играют ФЕ5, то может возникнуть следующее продолжение. Белые разменяются, то есть развивают свою отсталую шашку H2. Черные развивают также свой сильный левый фланг. Обе стороны действуют в соответствии с основными принципами игры. Далее возможно ЕД4. Ну и видите, друзья, белые захватили весь центр, черным уже надо играть энергично, чтобы не проиграть. ЭД5. И после размена в центре играть АЖ7. Ну, авторы дебютной энциклопедии предлагают в этой позиции играть АБ2. Мне удалось найти небольшое усиление игры за белых. Белым лучше всего пойти ФЕ3. То есть в случае размена уже на Д6, белые захватывают поле Ф4, фиксируют бортовую шашку черных на АЖ4 и владеют преимуществом. Поэтому черным уже необходимо в этой позиции играть ЖФ6. Белые также все равно играют ЕФ4. То есть в этой позиции уже черным надо играть очень точно. То есть следует пожертвовать время на шашку Ф6 и пойти ДЦ7. Ну, белые в этой позиции могут сыграть ЦБ2. В принципе, после размена в позиция будет равная. Ну, могут форсировать ничью, допустим, ходом ДЕ5. Далее уже черным надо ЦБ6. Игра идет форсирована. То есть черные пожертвовали одну шашку, грозят выиграть ТРИ. Надо уже жертвовать за белых. ЕФ6. Побили. Ну, и тут лучше всего, наверное, за белых. Можно, в принципе, и ЦД2, и ЕФ2 потом сыграть. Но лучше всего, я считаю, форсировать уже ничью за белых. Ходом ЕФ2, ДЕ7 и ФЖ3. После разменов обе стороны устремляются в дамки, и партия заканчивается ничьей. Второе продолжение, которое рекомендуют авторы данной энциклопедии, могло возникнуть после хода ФЕ5. И размена в центре. Ну, как могут играть белые? Белые им играют БЦ3, АЖ7. Тут авторы предлагают сыграть СБ4. В принципе, еще интересный ход АБ4. То есть, хода БА5 уже нет из-за простейшей комбинации СД4, ЕД4 и СБ2. И белые легко выигрывают данную позицию. Ну, конечно, на эту комбинацию может попасться только совсем слабый игрок. Ну, БЦ5, кстати, тоже нет из-за ЕД4. Поэтому черным тут лучше всего разменяться. Ну, и после размена можно, в принципе, сыграть БА5. Позиция у белых нисколько не хуже. То есть, можно, в принципе, играть и таким образом. Ну, ладно, посмотрим, что предлагают авторы. Авторы предлагают СБ4 играть. БЦ5, БА5. Далее, возможно, ЖФ6. АБ2. Так, прошу прощения. Тут шашка стоит. АБ2, ФЖ7. Ну, в принципе, можно в этой позиции и СБ6 меняться за черных. И в этой позиции уже белым надо аккуратно играть. То есть, ДЦ3 уже плохо. Из-за размена двойного в центре. То есть, надо будет играть либо ЖФ4, либо ЕФ4. Там интересные позиции возникают. Ну, это, как говорится, ладно, оставим за кадром. Посмотрим, что рекомендуют авторы. Авторы рекомендуют играть ФЖ7. Ну, и белым лучше всего тут пойти ФЖ3. Сильнейшее продолжение. И в этой позиции уже черным следует быть аккуратными. То есть, в этой позиции сильнейшее продолжение. Вот такой масштабный размен в центре. Тройной одеколон, как я называю. Все остальное хуже за черных. И далее играть ФЖ5. Ну, конечно, ничья за белых есть и после хода ДЦ3. Допустим, ЖФ4. Вот такого маневра. Но как-то не хочется так играть и рисковать. За белых лучше всего пойти до Е3. После размена назад. Возможен и такой размен, и такой ход. В принципе, позиция равная. Ничего интересного там нет. Ну, давайте посмотрим, как сыграл Сергей Белошев в данной позиции. Он решил обострить игру и сыграл ДЕ5. Такого продолжения нет ни в одной энциклопедии. Далее последовало БЦ3. Ну, и хочется вроде бы ЕД6 сыграть, чтобы вот на такой ход уже как-то разменяться и владеть преимуществом. Ну, на самом деле, это продолжение не лучшее. То есть, в этой позиции после ЕД6 белые захватывают преимущество ходом ЕФ4. Ну, во всех вариантах белые владеют преимуществом. Поэтому Сергей Белошев точно ответил ЦД6. Лучший ход. Далее Николай Стручков ответил точно АБ2. Также сильнейшее продолжение. И Сергей ответил ДЦ5. Точный ход также. Ну, фланг белых полностью связан. Надо меняться на поле ЕФ4. Ну, если сейчас черные разменяются назад, то белые будут владеть преимуществом. Ну, как минимум, позиция у них не хуже. Поэтому Сергей Белошев в этой позиции точно отвечает ЖС6. Лучший ход. Сейчас уже белые вынуждены меняться на фланг. И обратите внимание, что меняться на поле ЕФ4 нельзя. Ну, для начинающих покажу. Белые потому что проиграют шашку вот таким образом. То есть, видите, шашка проигрывается. Поэтому приходится меняться на поле Д4 в этой позиции. На Д4. Тут Сергей Белошев надолго задумался, но сделал сильнейший ход. Вот БЦ5 размен. Далее, обратите внимание, у белых застряла шашка на поле Б2. Шашка на Ж5. То есть, в случае, если черные как-то пойдут ФЕ5, и белые уйдут на поле А6, то преимуществом будут владеть черные. Поэтому надо играть точно. Николай Стручков пошел. ЦБ4. Точный ход. То есть, заставляет черных меняться. Ну, и обратите внимание, обе слабости у белых ушли. Ну, позиция, в принципе, становится равной. Далее, последовало БЦ3. ФЕ5. ДЕ3. АЖ7. ЕФ2. ЖФ6. Здесь Николай Стручков разменялся. Сергей Белошев разменялся назад. Ну, в принципе, позиция уже выровнялась. Абсолютно равная позиция. ЦД4. АЖ3. Вот, обратите внимание, тоже Сергей Белошев фиксирует, так называемую, наивыгоднейшую позицию. То есть, такие шашки иметь выгодно, если вы играете за черных, допустим. То есть, если возникнет оппозиция, противостояние шашек белых и черных, то у черных всегда будет запасной ход. А у белых хода такого нет. Поэтому черные в перспективе могут владеть преимуществом. Ну, ничего тут, конечно, не получилось. Белые ответили. Так, ЦД2. ЕФ6. И белые разменялись ходом БЦ5. Далее последовало ФЕ7. Ну, и белые и черные как бы атакуют противоположный правый фланг соперника слабый. ДЦ3, ЖАЖ2. ЦБ6, ФЖ5. ЦБ4, ЖФ4. БЦ5, ЕФ6. ЦД6, ФЖ3. БЦ7. Сергей Белышев пожертвовал шашку. И поставил дамку. Николай Стручков также ставит дамку. Грозит выиграть еще одну шашку. Ну, Сергей Белышев ее отыгрывает. Ну, и здесь Николай Стручков еще немного помучил Сергея Белышева. То есть, последовало такое продолжение. Тут Сергей Белышев точно ответил шашкой. Пошел на А7. То есть, черные обрезали белых от дамок. Шашку нельзя сдвинуть, потому что черные захватят большую дорогу. Николай Стручков ответил АБ4. Ну, и после хода АБ6, Николай напал на шашку черных АБ6. А как, извините, еще выигрывать? Сергей Белышев пожертвовал шашку и занял большую дорогу. И партия закончилась с ничьей. Вот такая интересная партия. Первая. Была разыграна на командном чемпионате России. по блицу между красмейстерами Николаем Стручковым и Сергеем Белышевым. Во второй партии Сергей Белышев сыграл СБ4. Николай Стручков ответил БЦ5. Логичный код, в принципе. То есть, не давая поставить белым тычок, Сергей ответил БЦ3, ФЕ5. Ну, меняться надо, иначе у белых будет плохая позиция. Николай ответил ЖФ6. В этой позиции лучше всего уходить на фланг. Все остальные продолжения ведут к большому преимуществу черных. Ну, и в этой позиции тоже. То есть, ФЕ5 нельзя играть. Ну, можно вернее. Ну, и, допустим, потом разменяться. Но позиция черных будет подвержена окружению. Поэтому, Николай Стручков здесь точно ответил СБ6. Лучший ход. Сергей ответил СД4. Ну, и после размена назад Сергей пошел АБ2. В этой позиции Николай Стручков ответил ФЕ5. Ну, и после вынужденного хода ЖФ6, разменялся назад. Сергей пошел ДЕ3. Ну, и в этой позиции, возможно, два продолжения. АБ6, как сыграл Николай. Ну, и еще, возможно, было продолжение ФЕ5. Оно хуже тоже. Почему? Потому что белые в этой позиции окружают черных. Позиция черных подвержена окружению. Ну, давайте посмотрим, какое продолжение могло возникнуть в партии. БЦ3, АЖ7, ФЖ3. То есть, черные грозили пожертвовать шашку и отыграть ее ходом АЖ7. ЖФ6. Белые не дают этого сделать ходом ФЖ3. Далее, возможно, СБ6. Белые нападают на две шашки черных. Ну, то есть, ход АБ6 тоже уже, как бы, не очень. Лучше играть именно СБ6 в этой позиции. ЕД4. Белые нападают на две шашки. Надо закрываться. И СД2. Ну, и в этой позиции черным также надо меняться на поле С5. И окружение, друзья, проходит. ДЕ3. В этой позиции единственное продолжение ведет к ничии. Все остальные проигрывают за черных. ДЦ7 надо играть. Ну, и вроде бы кажется, тоже в этой позиции можно и ЕФ2 пойти, и ЖФ4. Вроде бы разницы нет, но разница есть на самом деле. После ЕФ2 черные ЖФ2 две шашки. Третью и проходят в дамке с выигрышем. Так что, друзья, разница есть в шашках. В шашке очень точная игра. Поэтому надо играть ЖФ4. Далее, возможно, БА7 и ЕФ2. Что хотят белые? Белые хотят пожертвовать одну шашку, вторую. Ну, и разгромить полностью позицию черных. Поэтому, ну, у черных еще есть спасение. Вот такая жертва, довольно-таки стандартная. И нападение. Ну, и в этой позиции лучше всего за белых сыграть ФЖ3. Ну, после разменов сыграть АБ6. Далее, возможно, СБ2. В этой позиции уже единственный ход. То есть, БА5 нельзя из-за окружения. ЕД4 также нельзя из-за хода АЖ5. Выигрывают белые. Надо играть БЦ5. БА3. Ну, и ничья есть еще после хода ЕД4 и ЖФ2. Придется жертвовать шашку и меняться на фланге. Но так не хочется без шашки играть. Поэтому лучше всего белым сыграть СД4. И после двойного размена партия быстро закончится ничьей. Вот такое продолжение могло возникнуть в партии. Ну, Николай Стручков, я считаю, сыграл сильнее. То есть, нашел усиление игры за черных. Заставил Сергея Белошева точно обороняться. То есть, еще раз. 3-3. Николай Стручков в этой позиции ответил АБ6. Сергей Белошиев разменялся на поле Ц5. Поставил так называемый тычок. В данной позиции, друзья, обратите внимание, что у белых шашка на А6. Вроде бы пассивная бортовая шашка. Но на самом деле, вот данное сочетание шашек С5 и А6 очень хорошее. То есть, белые шашки как бы с двух сторон сдерживают позицию черных. Тоже тут надо играть довольно-таки точно за черных. Николай ответил Б7. И Сергей Белошиев ответил ЦД2. Ну, рассмотрим продолжение, которое случилось в парте. Я считаю, что можно было пойти за Сергея Белошиева поточнее ходом ЕД2. И позиция попроще уравнивалась после хода ЦД2. Тут уже Николай атаковал, конечно. Николай ответил ЦД6. Сергей Белошиев разменялся на поле А5. Далее последовало ФЕ5, ФЕ3. АЖ7, ДЦ3. ЖФ6, ЕД2. ЕД6 и ЦБ4. Друзья, обратите внимание, что незаметно, но черные все-таки захватили центр. То есть, от центра белых не осталось и следа. И шашка А6 все-таки превратилась в пассивную шашку. Далее последовало БА5, БЦ5, ДЦ3. Ну, что хотят белые. В случае нападения ЦБ4 сыграть ЕД4. Ну и разменяться назад. И позиция равная будет. Ну, Николай Стручков продолжает давление. На позицию белых играет АЖ7. Ну, в этой позиции, в принципе, есть еще и ничья после хода АЖ2. Сложная какая-то. Но Сергей Белошиев здесь очень красиво и быстро уравнял позицию. Двойной жертвой. Сыграл ЕД4 и АЖ7. И прорывается по флангу. Далее последовало ЕФ4, БА7, ДЕ5. Сергей поставил дамку на Б8. Ну и Николай Стручков тут предпочел отжертвовать. Две лишние шашки и также пройти в дамки. И партия закончилась ничьей. Такая, в принципе, интересная, острая борьба. Была между двумя гроссмейстерами. Ну, давайте посмотрим, в принципе, как мог, я считаю, попроще уравнять вот эту позицию Сергей Белошиев. Нашел тоже интересный вариант. Так, так, так. Менялись. КФИ-5, ЖС-6. Разменялись. Так. АБ2 уже сделан. ДЕ3, АБ6. Разменялись. Вот в этой позиции Сергей Белошиев ответил. СД2. Я считаю, что можно было пойти ЕД2. Ну и партия могла развиваться следующим образом. Допустим, ФЕ5, ФЖ3, СБ6, ЖФ2 побили, напали на шашку. ДЦ7 побили, СБ6. СД2 побили и напали. Ну и черным здесь уже тоже надо играть аккуратно. АЖ7 побили и ЕФ6. Белые играют ЖС-4. Черные играют ЕФ-4. Белые играют ЕД6. То есть грозят подорвать пункт Ф8 и выиграть. Черным уже надо идти в дамки. Ну и после таких ходов белые подрывают пункт Ф8. И партия заканчивается ничьей. В принципе, я считаю, что это продолжение было более логичное. То есть как продолжение, которое было в партии, скорее предоставило преимущество черным. То есть белым пришлось искать точную ничью. Здесь довольно-таки просто ничья достигается. Друзья, мы с вами рассмотрели микроматч, сыгранный между двумя гроссмейстерами. Я считаю, одни из сильнейших гроссмейстеров. И Николай Стручков, и Сергей Белошиев. Ну, небольшие неточности были в микроматче. Но все равно я считаю, что микроматч очень интересный. Сергей Белошиев навязал Николая Стручкову такую интересную борьбу. То есть отошел от теории, как-то усилил свою позицию. Ну и Николай Стручков тоже во второй партии как-то тоже, в принципе, сыграл сильнейшим образом. Заставил Сергея Белошиева обороняться. Интересная партия, то есть острое продолжение. Мне понравилось. Если вам понравилось данное видео, также можете поставить большой палец вверх, подписаться на канал. До свидания. С вами был Олег.